здравствуйте друзья рада вас видеть я назвала это видео комнатные растения и философии почему я так сделала ну давайте я вам немножко сейчас подробнее об этом расскажу почему у меня такие мысли возникли если вы досмотрите это до конца то вы поймете наверное мои рассуждения с чем-то согласитесь чем-то нет но давайте начнем растения входят в нашу жизнь хотим этого или может быть даже не хотим и они заставляют нас о чем-то подумать тоже хотим мы этого или не хотим может быть что-то вспомнить почему так это вот красотка фаленопсис мне помогли определить называется сакрамента была куплена моим мужем мне в подарок на день рождения к сожалению вот мужа у меня сейчас нет со мной но вот этот цветок остался как память о нем он цветет я смотрю на него и что-то вспоминаю на нем пять вот таких вот очаровательных цветков и хорошо что сейчас у нас еще не включено отопление а то бы они давно уже опали а он видите еще и продолжение видите еще подсветет шикарная такая веточка получается а вот этот цветок всем известный рояло многим известный рояло снизу фиолетовый лист сверху зеленый а он заставил меня узнать что-то новое потому что как я встретила информацию что у него еще есть народное название ладья моисея ковчег моисея и причем здесь моисей и причем здесь вот это растение встретила такую информацию что ковчег моисея это название связано вот с такими ланцетовидными листьями но мне больше нравится другая версия вот это его соцветие по форме напоминает лодочку согласны и вот там в лодочке находятся цветы как будто младенец моисей и плывет по водам нила вот он как цветет видите в лодочке вот это название мне нравится больше и как бы я узнала это название не будь у меня такого растения а благодаря вот этому растению я узнала что есть несколько разновидностей вот таких толстянок многие путаются но катюша хозяйка канала екатерина суккулент наглядно показала в чем разница и мы определили вместе что это хоббит то есть несмотря на то что вот есть такие очень похожие растения между ними все таки есть разница катюша показала эту разницу а я даже как-то и не задумывалась но живет живет а вот эта тигровая красавица была принесена одним листиком просто на работе взгляд упал на растение на окне и думаю тут вот на северной стороне растет и у меня северная сторона а что же я поставлю на свою северную и вот это вот уже масса из листика из обычного и так вот разросся и его самого уже скоро надо будет обрезать но зиму мы переживем а весной я буду его омолаживать его стволик уже так опустился за пределы горшка это уже надо будет подрезать и вот эта память это память о соседке она у меня была старенькая я за ней ухаживала она умерла а вот это растение еще живо мы у нее растение омолаживали обрезали и черенок я принесла себе домой мне понравились вот эти вот листики видите такая форма но это бегония коралловая почему коралловая потому что цветки у нее кораллового цвета и благодаря вот этому растению я узнала что бегонии бывают разные бывают бегонии со стеблями видите как их правильно называть бегонии бамбуковые бегонии тростниковые бегония кейн а без этого растения я бы вряд ли это узнала вот этот новичок дал толчок к моему любопытству и вот к этим новым знанием я ее регулярно обрезаю тоже вот видите была обрезана я его формирую стараюсь обрезать если тоже проснулась формировать в нужном мне направлении а вот это шикарная красавица бегония клеопатра и благодаря ей я поставила эксперимент я ее вынесла на улицу и она все лето провела у меня на крыльце при уличном освещении вы знаете я как-то даже совершенно не задумывалась о том что комнатные растения можно выносить на улицу ну как-то не приходило мне мысль такая в голову а вот сейчас смотря вот на этот шикарный куст смотрите какой он большой смотрите какие листья она у меня в доме не было такой шикарный и вот благодаря вот этой бегоши вот такой эксперимент и результатами я очень довольна а благодаря вот этому растению я узнала что комнатные могут приносить большую пользу это плектрантус у меня есть видео я там рассказываю о его полезных свойствах поэтому не буду повторяться оставлю ссылочку под видео скажу только сейчас что очень нравится мне его листья вот сейчас лето у нас заканчивается мы переходим на осенне-зимний период его листики очень нам пригодятся тогда а почему пригодятся об этом можете узнать видео и очень полезное растение я об этом тоже не знала и вот этот вот башмачок это тоже подарок на новый год тоже память о мужа а башмачок не пересажен он так и пришел свел на две розеточки уже конечно цветоносы засохли и дал две новые детки как показать ну в общем был вылит были две розеточки еще две новые детки дал вот как раз перед нами новая детка и тоже благодаря появлению вот его у меня я задумалась о том как почему же он так называется называется он по по-латински по феопедилу а почему так называется что это означает пришлось полезть литературу покопаться там поизучать об этом у меня тоже есть ролик это же я вам оставлю чтобы здесь особо не занимать ваше время скажу только что он у меня стоял на северном окне мне показалось ему там темновато мне показалось что вот эта окраска его стала бледнеть я его переставила на южное окно тем более сейчас световой день сократился а это же у нас орхидея а потом будем еще и подсвечивать и вот это вот живая память это мне подарила моя подружка татьяна она свою орхидея куцеллогину пересаживала и у нее при пересадке отломились вот вот раз-два и вот там третья вот эти вот яблочки как она назвала и смотрите выросли три новые раз и два и вот третья и смотрите как им хорошо здесь налились уже вот это теперь у меня память о татьяне я надеюсь вы теперь поняли ход моих мыслей цветы входят в нашу жизнь хотим мы этого или не хотим и они же живые существа они что-то привносят в нашу жизнь кто-то энергетику вспоминает кто-то вспоминает приметы народные кто-то вспоминает знаки зодиака кто-то во этого не кто-то ни во что не верит но повторяюсь они живые и поэтому неизбежно оказывают влияние на нашу жизнь благодаря цветам мы можем познакомиться с новыми людьми когда будем меняться этими растюшками или что-то спрашивать о их содержание и эти люди тоже оказывают влияние на нашу жизнь и новые знания мы получаем когда в справочниках когда в справочниках копаемся хотим узнать как же правильно содержать эти растения где они жили где их родина вот поэтому философия можете что-то написать мне в своих комментариях и мы все их с удовольствием почитаем внесли ли растения какие-то изменения в вашу жизнь заканчиваю свое видео прощаюсь с вами желаю вам всего хорошего желаю успехов вам с вашими растениями до следующей встречи с вами была марина субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok